Доброе утро, дорогие зрители! Доброе утро, дорогие друзья! Продолжаем нашу программу на канале Россия-1. Сегодня мы с вами побываем на берегу Кубанского водохранилища. Узнаем, какая связь между Невским пятачком и Карачаевой Черкесии. Но сначала погода. В Карачаевой Черкесии в горах кратковременные дождь и гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду, и порывы будут до 14. Температура ночью 10-15, в горах 4-9, а днём 25-30, и в горах местами до плюс 23. В Черкесии без существенных осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывы будут до 14. Температура ночью 13-15, днём 27-29 градусов тепла. Каждый год на берегу Кубанского водохранилища собираются рыбаки, любители половить рыбку на донную удочку. Собираются не просто так, а чтобы узнать, кто же из них сильнейший. Ответ на этот вопрос знает мой коллега Сергей Пугаев. Ежегодно Кубанское водохранилище в народе Черкесское море закрывается на период нереста карповых едов рыб. Рыбалка в это время запрещена. Но как только нерест заканчивается, берега водоема наполняются людьми. Проводятся любительские турниры общественных организаций. Отмечается День рыбака. От года к году набирает силу официальное спортивное рыболовство. Хозяева соревнования по ловле донной удочкой, команда из города Черкеска и команда из города Усть-Жигута принимают гостей из Чеченской республики, из Краснодарского края, из республики Северная Осетия-Алания. Мероприятия подобного типа начинаются со сбора участников в назначенном месте, регистрации, жеребьевки. В каждой палатке присутствует рыболовный дух. Кое-кто готовится к турниру, словно к бою. Многое на соревнованиях зависит от судей, от их практики и знаний данной дисциплины. Поэтому дополнительный инструктаж более опытного коллеги не помешает. Ну факт то, что должна быть именно скользящая оснастка, потому что это безопасность рыбы. То есть если обрыв происходит, у нас спокойно уходит все. Вы спрашиваете, все нормально, ненормально, всякие там нюансы могут быть. Тащит рыбу, вытаскивает ее над водой, и сигнал, значит темно. Если рыба в воде, он оттянет ее, рыба идет не в зачет. Обязательная часть официальных соревнований – торжественная церемония открытия. Судьи и спортсменов знакомят друг с другом, напоминают правила, требования, распорядок дня и туров. 11 старт. Растительная животная насадка. Вся. На плату. Нет. Да, там как бы не сложно. Нельзя, ребят, просто за это будет замечание. Очень важный и приятный момент. Участников соревнования по итогам, кроме продвижения по спортивной лестнице, ждут кубки и медали. А также призы от партнеров призового фонда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сколько рыб уже поймало? Пока две. Еще бы таких штучек пять бы хотелось. Чтобы было бы хорошо. Ну там что бог даст, что бы загадывать. Можно. Но рыба сегодня капризная. На корм это особо не стоит. То есть нету такого, что видно, что что-то там шевелит, подтягивает. Как будто случайно. Забегает, раз, поплеха. Реализовал? Хорошо. Нет? Твои проблемы. Что-нибудь допридумаем. Найдем вот этот ключ. Там же наметки есть. Но говорить не буду слов. А то сейчас соседи подслушают. Судя по улыбке, что-то уже есть в сутке? Конечно. Есть? Конечно. И что есть, если есть секрет? Да, рыбка есть. А что именно? Пустер. Пустерка? Ислам, привет. Один сход был, да? Один сход под берегом сошел. Подлещик был. И одна плаквичка. Но подлещик на вид крупный, не крупный? Нет. Гранд стоит. Может, чуть больше. Не крупный. Еще один спортсмен из Карачао-Черкесии, из города Ужибута. Олег Джерега. Второй разрядник, правильно? Второй разряд по рыболовному спорту. Олег, ну вот что случилось? Почему такая рыбалка? Может погода, может давление. Ну, в целом, как угодно. Рыба есть. Рыба есть? Крайне мере, думаю, не поймали. Прозвучал гудок. А это значит, что рыболовная часть соревнования подошла к финалу. Участникам можно заходить в воду для подготовки своих уловов к взвешиванию. Сто семьдесят. Сто семьдесят. Согласен? Да. Сколько? Три восемьсот сорок пять. А, отлично. Андрюш, фишбейт Армавир. Это значит, что это команда фишбейт из города Армавира Краснодарского края. Планировали ловить подлещика. Но, чего-то сегодня, то ли погода, то ли что, ситуация поменялась. Рыбы очень мало. Подлеща, я не знаю, штук пять, наверное, себя поймал. Ушел на уклейку. Ну, и почти весь тур ловил уклейку. Уклейка очень мелкая, прям совсем маленькая. И нестабильная. Получилось наковырять восемьсот грамм там с чем-то. Ну, и двоечка в общем зоне. Радует то, что наша команда взяла все единички. И, наверное, будет на первом месте. Еще один спортсмен из команды фишбейт, город Армавир. Юрий Кашкаров. Ну, я смотрю так в этой зоне. Юр, лидер? Судя по весу, правильно? Один килограмм? Шестьсот восемьдесят. Шестьсот восемьдесят пять грамм. Да. Ну, как все получилось-то? Вчера потренировались. Дистанцию вычислил, где рыба будет, скорее всего, сегодня. Ну, и, соответственно, ловил сегодня на этой дистанции. Сначала рыба не... Ну, мало было. То есть, как бы, реализация что-то хромала. Вроде поклевки были, но не мог реализовать. Потом подобрал длину ководка, крючочек. Вроде пошло. Дистанция была 72 метра. Не близко. Сколько? 72. 72 метра? Ну, далеко кидал. Далеко, далеко? Ветер сильный, конечно. Ну, вроде... Вчера тоже примерно такая же погода была, поэтому руку немножко набил. Под занавес хочу добавить. Кубанское водохранилище – спортивный водоем. Берег, на котором проходил чемпионат, был выбран не случайно, а по своей максимальной равнозначности для участников. И каким бы ни был клев, плохим или хорошим, умеющие ловить рыбу, ее поймали. За что и были вознаграждены. Это спорт. С вами был Сергей Угаев, запоминающихся вам рыбалок на водоемах Карачаевой Черкесии. Недавно в Ленинградской области открыли памятный знак жителям Карачаевой Черкесии, принимавшим участие в боях за освобождение Ленинграда. На торжественном мероприятии побывала делегация из Карачаевой Черкесии. В том числе там была и наш сегодняшний гость Софья Азнауровна Гагуева, которая была в составе этой делегации. Софья Азнауровна, расскажите, поделитесь впечатлениями, что вы испытывали в тот момент, как это было? Да, 17 июня 1921 года у поселка Дубровка Кировского района Ленинградской области состоялось открытие в мемориальном комплексе «Невский пятачок» памятной доски жителям Карачаевой Черкесии, которые воевали за город Ленинград и в частности пали с жертвой, ну там погибли именно на Невском пятачке. Открыла эту памятную доску и председатель народного собрания парламента Карачаевой Черкесии Иванов. Мои впечатления вообще, даже не передать словами, потому что меня очень поразило отношение жителей Ленинграда, Санкт-Петербурга и Ленинградской области к памяти тех, кто защищал славный город на Неве. На открытие этого мероприятия приехали очень много жителей именно Ленинградской области и города Санкт-Петербурга. Много было выходцев из Карачаева Черкесской нашей республики. Мероприятие прошло очень торжественно. Там присутствовало очень много членов Совета Федерации. Инициатива по открытию этого памятника исходила от сенаторов нашей республики Салпогарова Ахмат Анзоровича и Казанокова Крыма Ольевича. Конечно, эту инициативу поддержали правительство Карачаевой Черкесии, депутаты народного собрания, и само это мероприятие состоялось. И в ходе этого мероприятия провели презентацию книги «Защитники блокадного Ленинграда», выпущенной к 75-летию Великой Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, которая собрала и издала наша Государственная национальная библиотека Карачаева Черкесской республики имени Халимат Байрамукова. Мы знаем, что понимаем, что создание любой книги – это кропотливый труд. Вы собрали там имена практически всех, кто погиб на этом Невском пятачке. Расскажите, как вы работали над сбором архивных данных? Это все-таки колоссальная работа. Это идея издания вот этой книги возникла, когда в 2018 году глава республики Тимрезов Решет Бориспович открыл памятную доску на Пискаревском кладбище. Доска была безымянная. Очень хотелось тогда нам озвучить фамилии тех, которые воевали за город Ленинград, за снятие блокады Ленинграда. И вот началась наша работа. Мы вот что делали? Перерыли все архивные данные. Сейчас же, слава богу, рассекречены все архивные данные Министерства обороны Российской Федерации. Мы выходили на электронные порталы, интернет-порталы «Память народа» и «Мемориал». Поднимали всю периодическую печать, начиная с 1945 года. Слава Всевышнему, что они у нас в библиотеке имеются. Вся периодика этих лет. Мы пересмотрели все периодические данные. Занимались книгами памяти и книгами славы в общинных городах и районах нашей республики. Сотрудничали с советами ветеранов Карачаева Черкесской Республики, с советами ветеранов районных и городских советов. И вот это и получилось у нас на сегодняшний день в эту книгу мы собрали около 800 фамилий. 800? Да, около. Из них 141 человек награждены такой высокой памятной медаль за оборону Ленинграда. А 40 человек, именно вот 40 человек, именно которых вписали вот на эту памятную доску, которую открыли на Невском пяточке, 40 человек. И я хочу сказать, что эти цифры не абсолютные. Вот я хотела вас спросить. Это не абсолютные цифры, потому что поисково-исследовательская работа продолжается даже, будучи в Санкт-Петербурге во время открытия вот этой мемориальной доски заместитель председателя законодательного собрания Ленинградской области Пуляевский Дмитрий Витальевич выступая, вручил нам вот Волкодамов Павел Степанович. Это человек, которого мы, о нем мы не знали, что он погиб там. Это житель города Черкеска. Он служил командиром отделения штурманских электриков подводной лодки ЩА-408. И вот по приезду в город Черкесск мы уже начали искать его родственников. Для нас это было тоже как приятное. Да, вот, пожалуйста. Эта работа проводится не только нами. Там вот этот мемориал, Невский Пятачок, включает в себя уже более 30 памятных досок из различных регионов. Работа же ведется по всей России, не только по России, а по всем бывшим республикам Советского Союза. И поэтому там были вот памятные доски не только там Азербайджана, Грузии даже, Израиля. Ух ты! Да, да, Израиль. Вот рядом с Карачаевой Черкесией памятная доска Израиль. Они тоже вписали своих тех людей, которые отдали воюю жизнь за этот Невский Пятачок. Потому что Невский Пятачок был отправной точкой снятия блокады. Там воссоединились Волховские и Ленинградские фронты, которые вот разорвали цепь вот этой блокады. Я хочу, пользуясь случаем, обратиться к жителям Карачаевой Черкесии. Наша книга размещена на сайте Государственной библиотеки Карачаевой Черкесской республики. Вы можете посмотреть эту книгу и увидеть там своих родственников. Если у кого-то нет фамилии родственников, но они воевали в Ленинградской области, в городе Ленинграде, пожалуйста, просим передать данные в Государственную библиотеку Карачаевой Черкесии, чтобы мы могли включить их во второе дополненное издание. Спасибо вам большое за вашу работу. Вы делаете великое дело, восстанавливаете из непытия имена наших воинов, победившим. Вам удачи и спасибо за то, что вы сегодня к нам пришли. Это лишь малая толика, чем мы обязаны вот этим людям, которые нам дали достойную жизнь. Абсолютно с вами согласны. Будем продолжать работу. Спасибо вам большое. А жителям республики я желаю продуктивного, позитивного дня. Я тоже желаю нашим зрителям хорошего дня, хорошего настроения, но не прощаюсь с вами. Увидимся вечером в вечернем эфире, как всегда, в 17.15. Зорька алая, Зорька алая, Губы алые, А в глазах твоих, А в глазах твоих небосинь. Ты, любовь моя, Долгожданная, Не покинь меня, Не покинь меня, Не покинь. Ты, любовь моя, Долгожданная, Не покинь меня, Не покинь меня, Не покинь. По плечам твоим С белым голосом Льются волосы, Только голову, Только голову, Только голову запрокинь, Своей нежностью, Своим голосом. Не покинь меня, Не покинь меня, Не покинь, Своей нежностью, Своим голосом. Не покинь меня, Не покинь меня, Не покинь. Всех красивее, Всех дороже мне Стала ты, Даже капелькой Своей нежностью, Своей нежностью, Не остынь, Через сотни лет, Через тысячи, Не покинь меня, Не покинь меня, Не покинь. Через сотни лет, Через тысячи, Ты, ой, Не покинь меня, Не покинь меня, Не покинь. Зорька алая, Зорька алая, Губы алые, А в глазах твоих, А в глазах твоих небо синь. Ты, любовь моя, Долгожданная, Не покинь меня, Не покинь меня, Не покинь. Ты, любовь моя, Долгожданная, Не покинь меня, Не покинь меня, Не покинь. Долгожданная, Не покинь меня, Не покинь меня, Не покинь меня, Не покинь меня, Продолжение следует...